Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все просто, Лапочка Если ты хочешь чего-нибудь, ты за это платишь И мы не делаем скидок, даже для суровых и красивых Что ты можешь предложить мне? Ты находишься в лучшем борделе города Если здесь нет чего-то, значит это ничего не стоит Ты продаешь информацию? Только если у тебя есть золото Я много чего знаю Дай мне десять золотых и задавай свой вопрос Если я смогу ответить на него, Лапочка, я отвечу А если не смогу, то все равно оставлю себе золото И какая мне с этого выгода? Поверь мне, сведения почти обо всем, что тут происходит Рано или поздно попадают ко мне Приятно слышать Кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно? Расскажи мне о себе Как у тебя дела? Инквизиция не заботится о том, чтобы следить за порядком в борделе И они закрывают глаза на те случаи, когда наши клиенты творят омерзительные вещи Ты только глянь вон на того ублюдка Его имя Эриксон Пьет с утра до ночи И бьет моих девочек Мой охранник ушел из города А меня Эриксон не послушает Грязный мерзавец Спроси Гвен Она расскажет, какие гадости творит это чудовище Поскольку Инквизиция не охраняет нас Тут нет места правосудию Мы все в руках таких ублюдков, как Эриксон Оставь меня в покое Меня тут больше нет, ясно? В чем дело? Это все это пьяная свинья, Эриксон Каждый день он садится на эту скамейку и глазеет на меня Облизывает губы, делает мне всякие неприличные знаки Это так противно А потом я узнаю, что он заплатил мадам Сони за меня Я отказалась идти с ним И тогда он избил меня Ублюдок И никто тебе не помог? Кто? Мадам Сони тоже его боится Белым мантиям на нас наплевать А про городских стражников можно забыть Все как один продажные Я займусь им Правда? Ты сделаешь это Я отдам все мои сбережения тому, кто сделает так Чтобы нога его больше не ступала в заведение мадам Сони Будь осторожен Он мстительный ублюдок Спасибо за предупреждение Эриксон один из людей Дона? По сравнению с ним, люди Дона настоящие джентльмены Он явился прямо из городской выгребной ямы Тогда я буду следить, чтобы не оказаться с подветренной стороны от него В чем дело? Я пока осваиваюсь в Харбортауне Говори с тем, кому он не по барабану А сейчас отвали Хватит совать везде свой нос Ты расскажешь мне все, что я хочу узнать Ну давай Давай, разберемся Пришло время драться Кто-то за это ответит Ладно Чего ты хочешь? Ты знаешь, где капитан Стальная Борода? Ты не понимаешь, во что ввязался Будешь продолжать в том же духе Ты покойник Ты расскажешь мне, где находится Стальная Борода И расскажешь прямо сейчас В Трущобах Это в Трущобах В одной из тех лачуг, что возле гостиницы Косты Теперь все Я сказал, достаточно Даже слишком И тот ключ, что у тебя подходит к двери? Я сказал, слишком много У меня для тебя послание Ради собственного, твоего блага Вали отсюда Хоть раз еще посмотришь на местных девушек Пожалеешь об этом Ты что, любитель шлюх? Не трать силы Я все равно собирался сваливать Если долго здесь оставаться И примерно подцепишь какую-нибудь дрянь Эриксон получил то, что заслужил Да, я видела, как ты его отделал Это очень порадовало мое сердце Но этого недостаточно Через несколько дней он снова будет сидеть на этой скамейке И будет глазеть Облизывать губы Делать неприличные жесты Не думаю, что Эриксон осмелится сунуться сюда снова Это больше, чем облегчение, скажу я тебе Ты добрый человек Вот обещанное золото Не волнуйся Я скоро заработаю столько же У меня есть особые уловки Береги себя, ладно? Спасибо И ты тоже Не беспокой меня Хорошая работа, Лапочка Этот ублюдок Эриксон получил свое Этот пьяница Эриксон тут больше не появится Отлично У меня просто камень с души Я думаю, что это достойно вознаграждения Мне нужна одна из твоих девочек Я хочу отвезти ее к стражнику портовой тюрьмы Портовой тюрьмы? Хм Возьми Анику Она умеет работать в том районе Хотя она может не захотеть пойти с тобой к твоему другу стражнику И это ее выбор Понятно Аника На набережной Спасибо Мне нужна информация Я вся внимания Расскажи мне о банде Дона Эстебана Это не похоже на вопрос Дай мне с чем работать, Лапочка Возьми обратно свое золото Попробуем еще раз, ладно? Хорошо Скажи, насколько сильно влияние Дона в этом городе? Не настолько сильно, как раньше, это уж точно Особенно теперь, после того, как Инквизиция прогнала его и его людей в болото Многие из них не хотят рисковать и возвращаться обратно Даже ради моих девочек Однако не сомневаюсь, что скоро Эстебан нанесет ответный удар Он слишком горд, чтобы не попытаться Что конкретно нужно Инквизиции в Харбортауне? Они ищут золотые артефакты Они по ним с ума сходят Понятия не имею, что они с ними делают Я знаю только, что все найденные предметы они отвозят в монастырь Почему в этом городе столько золотых артефактов? Большую часть из них принесли фермеры Артефакты появились на поверхности вместе с развалинами Они просто выросли с земли буквально за одну ночь Но золото нельзя есть Поэтому фермеры продавали артефакты До тех пор, пока Инквизиция не заявила, что все артефакты Нужно бесплатно передавать им Потом они сильно нажали на тех, кто занимался контрабандой артефактов Большинство попало в монастырь Те, которым повезло Кто здесь влиятельные горожане? С кем мне стоит познакомиться? Что ж, в этом городе полно тех, кто думает, что они имеют влияние Болтунов и хвостунов тут пруд-пруди Но человек, который на самом деле всем управляет Это комендант Карлос Большую часть времени он проводит в караульном помещении за торговым кварталом Если вздумаешь примкнуть к его бойцам, это будет не самая худшая идея У кого я могу научиться? Ну, все мои девочки очень талантливы А, ты имеешь в виду сражаться? Мне кажется, Коул из трущоб охотник Он знает все о луках Больше мне ничего не приходит в голову Допустим, я клиент Кого ты мне порекомендуешь? Вот Ольга, например Она милая девочка Очень дружелюбная и крайне гибкая Только без глупостей, хорошо? Я не хочу слышать никаких жалоб Расскажи кому-нибудь другому Я вижу, ты жаждешь приключения Которые может дать тебе лишь Ольга Я многое вижу Многое знаю Между нами лишь мадам Соня И несколько золотых монет Я заплатил Соне за твои услуги Я знаю, что нужно мужчине Ты же путешественник, да? Искатель приключений Покори мои земли, милый Ну что, побывал ты со мной в местах доселе невиданных? Да Вроде того Интересно Почему я раньше тебя не видела? Я столько вижу Вижу вещи, которые не видит больше никто У меня есть дар Я тут совсем недавно И не планируешь надолго оставаться, правильно? Нет Надо разобраться с делами Жаль Что-то вот мне подсказывает Что твое присутствие в этом месте крайне важно Позволь, я тебе кое-что дам на дорожку Если ты кого-то сильно расстроишь И этот кто-то откажется с тобой разговаривать Это позволит тебе успокоить его Это мощное заклинание Так что используй его с умом Спасибо, Ольга Желаю тебе удачи в твоих приключениях Чувствую я Она тебе очень пригодится Насчёт твоего отца Я нашёл этот ключ у Эриксона Покажи-ка Я не знаю, от чего он Но на нём инициалы отца Так он метит свою территорию Дай ему волю, он бы и на мне свои инициалы вырезал Ключ — это уже что-то Но без замка он бесполезен Я так понимаю, Эриксон не сказал, от чего этот ключ Конечно, не сказал Спасибо Если выяснишь, что это за ключ, дай мне знать Что это за ключ, дай мне знать Чудово, что заполонили бесёнышек И никто обходил сюда без орудия Ну, там он день туда вообще ничего не обходил Наверное, они будут деньгута острова И говорят, что это был Гиргер Что-то ещё действительно верит в такое Он никогда не изменится Наверное, они живут где-нибудь на острове Насчёт твоего отца Эту бумагу я нашёл в одной из хибар в трущобах Вот это очень полезная бумага Именно это я и искала Теперь я могу наконец-то покинуть это проклятое место Ты заслужил награду Вот тебе 200 монет И давай без вопросов, ладно? Идёт Давай сюда деньги Никаких вопросов не будет Да есть и золотых Ты их заслужил Вернее, заслужил-то ты больше Но это всё, что у меня есть Спасибо И удачи тебе Чем бы ты в этой дыре не занимался А я сделаю отсюда ноги Соня заплачена за твои услуги Что ж, тогда у тебя или у меня? Это не для меня Марик, один из стражей Хочет узнать тебя поближе Он робкий, верно? Можно и так сказать А, знаю этот тип Ну и где же наш застенчивый друг? Он стоит на страже возле тюрьмы На набережной гавани О, этот тип? Бородатый? С бровями, похожими на жирных гусениц? Ладно Золото есть золото Аника составит тебе компанию Прелестно Именно то, что я и хотел А теперь Пойдём со мной туда, где нас никто не увидит Раз Аника здесь То можешь взять ключ Без правильного ключа Это не сработает Расскажи кому-нибудь другому Без правильного ключа Это не сработает Хорошо Теперь ключ от камеры, пожалуйста Вот Но если у меня из-за этого будут неприятности Ты поплатишься Понятно Посмотрим, кого они на этот раз послали Очередная сухопутная крыса Мальчик на побегушках Даже не думай интересоваться моим золотом Я вырву твой язык И скормлю его крысам Ты пират? Сразу начинаем с трудных вопросов, да? Понятно, почему они выбрали Именно тебя, сухопутная крыса А сейчас ты мне напомнишь, что я в тюрьме, да? Или спросишь, как меня тут кормят? Просто ответь на вопрос Ты пират, правда? Пират, убийца, преступник, вор Меня по-разному называли А теперь они хотят, чтобы я сгнил в тюрьме Этот мир катится ко всем чертям Я был в аду и вернулся Я смотрел в пасть зверя Видел, как вода превращается в камень Как дрожат города, на которые она обрушивается А теперь они хотят, чтобы я сгнил в тюрьме Петти? Петти? Дочка стальной бороды? Это хитрая стерва Кто угодно, только не хозяйка таверны Ее отец, капитан Григориус, стальная борода Тоже морской волк И надо отдать должное Очень неплохой Правда, этот старый вшивый мерзавец Мне всю жизнь испоганил Я бы не стал подпускать к себе его дочку Ближе, чем на выстрел В ней течет его кровь Я запомню это Ты выходил в море в бурю? При мне десятки кораблей пошли на дно Море поглотило сотни людей Но я никогда не думал, что море может следить за человеком И выбирать момент До сих пор Что бы там ни кружило вокруг острова Оно выбирает момент Храмы, что поднялись из земли Существа, что из них вылезли Это все ерунда Ничто не сравнится с тем, что будет дальше И никто этого не остановит Ни ты, ни я И уж явно не Инквизиция У тебя проблемы с Инквизицией и Орденом? Как ты думаешь, кто меня тут запер? Придет день, и Инквизитор ответит за все Это станет для него неожиданностью Ты давно уже здесь? Несколько дней Они пытаются на меня давить Хотят узнать, где я спрятал свое золото А я-то думал, их волнуют только вопросы... Ха, духовные Дверь открыта Можешь идти Я уйду, когда сам захочу Тут, по крайней мере, бесплатно кормят Так а почему же ты не стал спасаться? А что мне делать? Хоть один корабль на этой неделе приходил А в этом месяце Все они покоятся на дне морском Нам осталось совсем немного времени, чтобы приготовиться к встрече с Создателем А у меня на этом острове незавершенные дела Я знаю, что ты думаешь об Инквизиции А что ты думаешь о Доне? Я Эстебана уже давно знаю Он хороший человек Всегда выполняет свои обещания Мало кто из моих знакомых может этим похвастаться Уж точно нечестные люди вроде Инквизитора Или пошел бы в Орден верить в то, что огонь спасет твою душу Тут как-то малоприятно Сыро, сквозняк Я смотрю, ты никогда в море не жил Только эта одежда сильно воняет Я привык, что на берегу нашу чистая Эти тряпки уже шестую неделю пот впитывают На складе, что на набережной в порту Есть старый сундук Там лежит шкатулка с чистыми рубашками Принеси мне шкатулку Поговорим о том, о сём Может, даже монеток тебе подброшу Лады Принесу тебе твою шкатулку Вот тебе ключ от сундука Он на самом верху склада на набережной Добраться до него будет непросто Но ты у нас способна, я смотрю Найдешь барахло, быстро давай обратно И не свети шкатулку Даёшь слово Ты, видимо, очень любишь свои рубашки Ладно, даю слово Только шевелись, пока я тут от вони не задохнулся Я говорил с Романовым Что тебе удалось выяснить? Он хочет, чтобы я принёс ему чистую одежду Ты думаешь, что желание какого-то пирата получить чистую одежду Настолько важно, что мне нужно об этом сообщать? Или ты думаешь, что золото спрятано в прачечной? Хе? Продолжение следует... Я нашел эту шкатулку. На ней есть имя Романова. Ха! Ты знаешь, что ты мне только что дал? В этой шкатулке золото, которое Дон заплатил Романову. Да ладно. Никогда бы не догадался. Ты проделал отличную работу. Комендант Карлос будет очень доволен. Вот. Твоя награда. Но смотри, не трать все в одном месте. Спасибо. Ты где шлялся? Где моя шкатулка? Не смог ее найти. Ты все врешь. По запаху чую. Верь во что хочешь. Не думай со мной шутить, крысеныш. Я все равно все узнаю. Так что давай живее. Иди искать мою шкатулку. Поверь мне, это не тот путь, который можно пройти дважды. Мне больше нечего тебе сказать. Я не слушаю. Что? Ты, Карлос хочет поговорить с тобой, так что давай к караульной, да поживее. А, хорошо, что ты здесь. До меня доходили слухи, но мне хотелось услышать новости. Напрямую от тебя. Кстати, к вопросу о подручных донорах. Сид был силен, но больше он не доставит тебе проблем. Сид? Он давно не дает мне покоя. Я рад, что удалось избавиться от него. Вот. Прими это золото в качестве награды. Кстати, к вопросу о подручных донорах. Лукор пытался нелегально вывозить артефакты из города. Мне удалось остановить его. Лукор. Неужели эти люди не видят, что нам, чтобы выжить, нужно работать вместе? Жаль, что тебе пришлось сделать это, но все равно это была хорошая работа. Золото капитана Романова теперь в безопасности. Великолепно. Думаю, что он унесет тайну местонахождения золота с собой в могилу. Хорошая работа. Почему люди томятся в плену в этом городе? В плену? Ты был снаружи? Видел бандитов и всех этих ужасных тварей, которые бродят по острову? Сколько фермеров и лавочников способны сами защитить себя от этих ужасов? Знаешь ли ты, сколько народу умерло глупой смертью, копая золото? Все, кто находится в безопасности за этими стенами, должны быть счастливы. Мы их защищаем. Удовлетворяем их нужды. Лишь преступники томятся здесь в плену. Ясно. Мы нарушили планы Дона. Теперь город будет в безопасности. Да. Теперь мы, безусловно, имеем дело с меньшим количеством врагов. И чем больше слабеет Дон, тем сильнее становимся мы. Дон будет вынужден оставить свои планы. Теперь это всего лишь вопроса времени. Теперь нам необходимо разобраться с контрабандой артефактов. Я хочу знать, каким образом артефакты покидают город. Я остановлю контрабанду артефактов. Хорошо. До меня дошли слухи, что бордель в порту как-то связан с контрабандистами. Но мне сложно представить, что за этими преступлениями стоит Соня. Если бы тебе удалось узнать, кто за ними стоит, мы бы смогли наконец-то арестовать контрабандистов. Что с твоим посохом? Я наставник. Я обучаю драться посохом. Правда, спрос на мои услуги небольшой. Что ты говоришь? Люди, живущие тут, уже обучены. И им надо проводить время, сохраняя мир. А сам что скажешь? Ты хочешь учиться? Научи меня драться посохом. Мне нужна информация. Я вся внимания. Я вся внимания. Я хочу узнать кое-что. Кто занимается контрабандой артефактов в городе? Думаю, что у тебя достойная репутация. И я могу верить тебе. Так что слушай. В кладовой, за нашей уборной, ты можешь найти Скордо, одного из людей Эстебана. За картиной, на стене уборной, есть тайный рычаг, который открывает проход в убежище Скордо. Понятия не имею, чем он там занимается весь день напролет. Но я знаю, что он что-то сторожит. И это что-то находится за дверью в конце прохода. Ключ у него всегда с собой. Хочешь узнать, что он задумал? На твоем месте, лапочка, я бы в первую очередь заглянула туда. Откуда ты знаешь об этой двери? Если это все такой уж секрет. О, знаешь, большую часть мужчин так легко разгадать. Стоит нажать на нужное место, и они готовы запеть, как птички. Скордо сам мне сказал, после небольшого увещевания. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Я же говорила тебе, рано или поздно я узнаю все, неважно, каким способом. Что? Что ты здесь делаешь? Чего ты хочешь? Я пришел узнать, нет ли у вас какой-нибудь работы. Работы? Если мне будут нужны рабочие, я сам смогу найти их. Но я не откажусь от твоего золота, если тебе вздумают закупить чего-нибудь, раз уж ты тут. Что ты продаешь? Декориат. Золотые предметы, принесенные сюда беженцами. Все законно. У меня есть документы на все. Почему ты сидишь здесь, в кладовой? Опасные предметы. Полно воров. Человек нуждается в безопасности. Ты прячешься. Прячешься от кого? Есть большая разница между словами прятаться и проявлять осмотрительность. Куда ведет вот этот проход? Этот? Это не проход, это колдовая. И держись от нее подальше, потому что это мое дело. А откуда берется этот антиквариат? Наследство, бабушкины, сундуки и фермерские запасы. Если человека ловят за то, что он продает всякие нелегальные артефакты, у него будут серьезные неприятности. Я продаю антиквариат. Итак, что такой человек, как ты, делает в кладовой? Эдь с ногу. Какой же ты непонятливый. Я всего лишь человек, который пытается выжить вот нелегкое время. Время, когда чудовища так норовят лишить тебя жизни, а твой собрат гордости. А что есть человек без гордости? И поэтому ты против инквизиции? То он знает гордость. Я говорю об эпохе несправедливости, эпохе безликих людей, имен на бумагах с материка, что решали наши судьбы. Я говорю о том, каково это ждать удобного момента, чтобы бежать из тюрьмы, в которую они нас заточили. Люди думают о том, как выжить, но какой смысл тратить жизнь на уплату налогов, надрывать жилы, чтобы другие могли купаться в шелках и золоте? Человек не должен терять гордость. И ведь тот самый потерпевший крушение, верно? Мне говорили, что ты был готов помочь. Это полезно для инквизитора. Почему ты так говоришь? О, ну ты знаешь, как это происходит. Слухи расходятся быстро. А ты бываешь всюду, всем помогаешь и делаешь добрые дела. Значит, это хорошо для него. А его добро в том, чтобы другие голодали. Вот и все. Ладно, Скорда. Я знаю, что ты тайно переправлял артефакты за стены города. Правда? Ты знаешь, что все артефакты следует передавать ордену. Знаешь, я думаю, что ты прав. Этот меч я нашел в руинах. Итак, сразимся! Скоро, да? Стоп! Думал, что убил меня? Ты не первый, кто пытается. Меня не так-то просто лишить жизни. Кстати, к вопросу о подручных Донах. Скорда, главарь людей Дона, носил этот ключ сапог. Хм. Похоже на ключ от канализации. Должно быть, через этот туннель и идет контрабанда артефактов. Идиоты. Проклятые идиоты. Эти грабители не понимают, что творят. Я даже думать не хочу о том, что уже выскользнуло из наших рук. О знании, которое мы потеряли. Что ж, по крайней мере, у нас есть ключ. Вот твоя награда. Ты ее заслужил. Наконец-то мы можем арестовать этих контрабандистов. Вперед! Приказываю схватить виновных. Я хочу, чтобы Соскорда было покончено. Я хочу, чтобы он поразмыслил над своими преступлениями за стенами монастыря. Комендант Карлос знает, где ты скрываешься. Ступай в монастырь, или Карлос подвесит твой труп на поживу ворона. Ты думаешь, что монастырь может сломить меня? Нет ничего такого, что Инквизитор мог бы забрать у меня. Он уже забрал все возможное. Тогда, может быть, тебе стоит принять то, что он предлагает, вместо того, чтобы сражаться с ним. Только через мой труп. Болтур, лучше отправляйся в монастырь. Они уже много лет правят этим островом, но они нас не сломили и никогда не сломят. Надеюсь, ты сгниешь, как и все остальные фанатики. Надеюсь. Путь из города лежит через кладовку в борделе мадам Сони. Что, правда, что ли? Даже и не подумала бы, что у этой дуры хватит смелости. Я смотрю, она не теряется. Тем не менее, у тебя кольцо правды. А я до сих пор не узнала от тебя ничего стоящего. Увидимся у Сони. Сначала покажешь мне туннель, а потом уже поговорим о твоей награде. Сони. А, хорошо, что ты здесь. До меня доходили слухи, но мне хотелось услышать новости напрямую от тебя. Кстати, к вопросу о подручных донах. Скорда больше не будет терроризировать этот город. Ты превзошел самого себя. Теперь, когда Скорда нет, мы можем вздохнуть спокойнее. Ты оказал нам очень большую услугу. Скажи, если я могу сделать что-нибудь для тебя. Ага. Пойдем посмотрим на этот воображаемый туннель. Что же? Ты говорил правду. А путь на ту сторону точно чист? Не знаю. Так узнай. Если уж кто-то и попадется в руки Инквизиции, лучше это будешь ты. Без обид. Так ты идешь или будешь тупо здесь стоять? « talцинка» или «тупо здесь…» «тупо » 多цинок. Тупо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, мой мальчик, чем старый Джек может тебе помочь? Ты Джек? Точно так. Джек-мореход, Джек-хранитель маяка. А теперь Джек просто валяется на бережку. Похоже, море не хочет меня отпускать. Значит, ты не хранитель маяка? Был им, мальчик мой, был когда-то. В башне больше нет нужды, а значит, и во мне тоже. Корабли больше не выходят в море, так ведь? Шторма не пускают корабли, а топлива в городе и так мало. Зачем что-то жечь? Если ни один корабль, все равно это не увидят, а? А у тебя не найдет случая гладка рома, чтобы облегчить мои страдания? Как насчет глоточка рома? Когда слишком долго живешь у моря, оно тебя пожирает. Колени слабеют, спина, руки, все, что есть. Все разваливается. Башни, люди, религии. Море всегда побеждает. Не забывай об этом, парень. Займемся делом.